Добрый вечер! О событиях дня расскажут наши корреспонденты и я, Денис Пальчиков. Смотрите прямо сейчас. Город ждет! Президент страны может приехать в Кудымкар на открытие нового здания драматического театра. Рынок уходит под крышу. Первыми оценили новые помещения фермеры. Опрессовка за три дня. Как сэкономить деньги и нервы. Последние копейки. Вот что значит народная любовь. Президент страны Владимир Путин, возможно, приедет в Кудымкар. Об этом стало известно сегодня на заседании Краевой общественной палаты. Глава государства может принять участие в открытии после реконструкции Национального комперменского драматического театра. Оно запланировано на декабрь этого года. Реконструкция театра идет уже несколько лет. За все время на строительство было выделено около миллиарда рублей из федеральной и региональной казны. Неоднократно менялись подрядчики и сроки сдачи объекта. На сегодня закончены большой зал и сцена, а также гардеробы для зрителей и артистов. На днях начнут устанавливать кресла. К декабрю должны все успеть. Ожидается приезд Владимира Путина, который должен принять участие в мероприятиях по поводу присоединения коми-округа к Пермской области, которому исполняется 10 лет с учетом референдума. И празднование должно пройти именно в театре. Ожидается приезд Владимира Владимировича. Мы надеемся, что это событие еще подтолкнет к тому, чтобы театр будет сдан вовремя срок. Понятно, что там сегодня выступал директор театра. Понятно, что там останется еще масса проблем после сдачи. Но это как обычно. Почему-то у нас так бывает, что после сдачи объекта еще там масса приходится доделывать. Ну, во всяком случае, эта многолетняя история идет к завершению. Во-первых, это вот событие очень знаковое и очень такое серьезное. По 10 лет назад президент Путин к нам приезжал. По строительству нашего драматического театра президент выступал гарантом строительства. Приедет он к нам сюда или не приедет, я не знаю. Но, конечно, было бы здорово, если бы он приехал, потому что сегодня можно уже смело без преувеличения стоять. Наш драматический театр получился на свече. Ну, а в Перми сегодня на центральном рынке открывали новый павильон. Его строили специально для фермеров. Теперь сельскохозяйственные ярмарки станут постоянными. Неделю строите, как продается? Хорошо, как вы. Сейчас раскрутим, чтобы заходили специально. Осень не только время сбора урожая, но и возможность купить эти продукты для тех, кто своего хозяйства не имеет. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки – лучшее место встречи фермеров и покупателей. А на центральном рынке открылся новый павильон, где можно найти все, что сегодня выращивается в крае. Здесь нет посредников, которые перепродают эту продукцию, но они имеют возможность услышать запрос потребителя, они имеют возможность, как говорится, поторговаться. Ну, и самое главное, чтобы это не превратилось в конечном итоге в перепродажу продукции, чтобы фермеры сами имели возможность продавать результаты своего труда, иногда очень кропотливого и напряженного. Новый павильон оснащен современным торговым оборудованием. А в ноябре появятся и новейшие холодильные установки. Также в помещении соблюдены все санитарные нормы, предусмотренные законодательством. А торговая площадь разделена на зоны овощей, мяса, молочные продукты. Сейчас ярмарка, меня пригласили поучаствовать. Удобно, просторно, светло, холодильная витрина, как бы все условия для торговли свежим мясом. Вся продукция, представленная на этой ярмарке, проходит жесткий санитарный контроль. Не только силами собственной лаборатории центрального рынка, но и Россельхознадзора. На первые две недели площади фермерским хозяйством предоставлены бесплатно. Затем арендная плата станет льготной, а ее размер будет напрямую зависеть от того, чем именно торгует производитель. К слову, всего в этом году в Прикамье пройдет 400 сельхозярмарок. Одна из них, «Осеннее раздолье», проходит с 24 по 28 сентября на площади перед Пермским академическим театром. Как мы уже сообщали, в Прикамье создается фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Он должен заработать с января будущего года. Планируется, что первые платежи о взносах на проведение капитального ремонта мы получим в марте-апреле. Сегодня эту тему обсуждали на Пермской ярмарке, на выставке «Энергетика. Энергосбережение». Репортаж Юлии Чистых. В коммунальном хозяйстве директора управляющей компании Светланы Смирнягиной в основном на востройке, так что с проблемами ее жильцы еще не сталкивались. Поэтому собственников немного насторожило законодательное нововведение про капремонт. Как известно, с 1 января жителям многоквартирных домов придется платить примерно по 6 рублей 10 копеек с квадратного метра за капитальный ремонт дома. Все же понимают, что если дом новый, в данном случае у нас дома новые на сегодняшний день, необходимости в капитальном ремонте в ближайшие 20 лет не будет. Соответственно, эти деньги, которые будут собраны из наших домов, они уйдут на ремонт других. Будем заниматься этим вопросом. Капремонт обсудили на повестке первым. Было много вопросов. Как пояснил замминистра энергетики и ЖКХ Пермского края Дмитрий Немцов, в программе должны принять участие 44 тысячи многоквартирных дома. Проект рассчитан на 30 лет. Формировать списки решили по видам работ. Сначала возьмутся за дома со старыми лифтами. Более тысячи подъемников нуждаются в замене. К слову, каждый вложенный рубль можно будет отследить на портале электронного ЖКХ, который скоро заработает. К тому же региональный фонд капремонта также будет обязан ответить на запрос в течение пяти дней. Контролировать расходы возьмутся государство и УК, но и сами жильцы не должны занимать инертную позицию. Ключевые моменты, что жильцы заниматься должны своими домами. То есть надо проанализировать каждый дом и понять, что в доме нужно делать в первую очередь, что во вторую. То есть и двигаться по этому пути. Но жильцам бывает непросто снять показания со счетчиков и разобраться в платежках. Не хватает правовой грамотности, а порой доходит до смешного. Не хватает кворума для обычного собрания у подъезда. Мы просто не можем собрать собственников на собрание. Когда в доме более-менее работают все системы, наведен порядок, ну хотя бы относительно, собственники просто не участвуют в решении. Когда возникают проблемы, они, конечно, участвуют. А когда проблем нет, в принципе, сложно даже 50% собрать. Весь семинар проходил в формате вопрос-ответ. Участники также узнали, как можно беречь энергоресурсы, экономия при этом финансы, киловатты и гигакалории. Осталось применить эти советы на своих домах. В этом может помочь и выставка «Энергетика и энергосбережения», где представлены последние новинки в энергоучете. Она будет открыта для посетителей до 27 сентября. Юлия Чистых, Дмитрий Маклыин, телекомпания «Ветта». Возможно, уже в скором будущем мы забудем слово «опрессовка» как страшный сон. Сегодня она занимает две недели. По современным меркам – огромный срок. Какие изменения нас ждут, узнала Алена Евдокимова. Революционное для коммунального комплекса «Приками» заявление сделал директор пермского филиала ТГК-9 Сергей Богуславский. На форуме «Вода. Тепло. ЖКХ» он анонсировал программу трех дней. Со следующего года мы планируем перейти на новую систему поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения с перерывом не более трех дней. Сейчас по законодательству допускаются перерывы не более 14 дней. Эту тему мы как раз хотим окончательно закрыть и перейти на европейский принцип, когда ГВС есть всегда. Со следующего лета опрессовки будут проходить в разы быстрее. За счет одновременной состыковки графиков ремонта сетей и теплоэлектростанций, за счет закольцовки сетей и даже прокладки дополнительной запасной трубы к дому на время гидравлических испытаний. Итоговые сроки зависят, конечно, и от потребителей. Качественный скачок почувствуют во всем городе, но не все дома. Есть единственное ограничение. Мы так будем делать тем, кто платит. Если человек добросовестно относится к оплате за коммунальную услугу, мы будем еще более добросовестно относиться к качеству его поставки. В этом году программа трех дней была запущена в пилотном режиме в некоторых районах Перми. Итоги теста показали, что работать в такой системе возможно по всему контуру ТГК-9 и ПСК. При этом каждый пермяк сможет проконтролировать сроки. Для этого в компании организуют горячую линию. Теплый эксперимент обещает понравиться всем. Алена Ведокимова, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Сегодня стало известно, когда в Перми появится первый учебный центр по подготовке молодых людей к военной службе. Подробности нам рассказал военный комиссар края Анатолий Мочалкин. Мы много времени будем уделять вопросам подготовки граждан к военной службе. О тех мероприятиях, которые проводятся в Пермском крае, в муниципальных образованиях, в том числе по созданию центра военно-пилитического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Не только в крае, но и мы сейчас выходим с рекомендацией создания таких центров или филиалов центров на уровне муниципальных образований. В комиссариате рассчитывают, что подобные центры позволят призывникам быть более подготовленными к воинской службе. В начале октября первый центр будет создан в Перми. Но работу свою начнет с нового года. Машина не для слабонервных. Летом ее сравнивают с мангалом, а зимой в салоне будут не лишними валенки и варежки. 43 года назад в стране был начат выпуск автомобиля ВАЗ-2101. На удивление, копейка не ушла в историю и по-прежнему пользуется народной любовью. В том числе и в нашем городе. Сергей знает толп приоритетных авто. И копейка, которую он приобрел полгода назад, тому доказательство. Авто 81-го года выпуска просто украшение на пермских дорогах. Мало того, что он душевнее не чает, так еще и решил ее немного модернизировать. Немножко занизил кузов, поставил акустическую систему. Выглядит современно и молодежно. Я ее кузов привел в первую очередь в хорошее состояние. Я убрал все рыжики, все полностью все убрал. Все покрасил, загрунтовал, чтобы красиво было. Сделал колеса, покрасил, чтобы выделялось. Поставил вайтволы, заказал. Искал хром-детали оригинальные от копейки, так как их было не очень много. Но это очень важно на самом деле. И в итоге получилась такая красота. Глаз не оторвать. А вот эту красавицу мы обнаружили на авторынке. Внешний вид такой нарядный, что невозможно равнодушно пройти мимо. Автомобиль 79-го года выпуска в идеальном состоянии. Все детали полностью оригинальные. Конечно, особый шик – это хромированные колпаки-копейки. Можно сказать, ее визитная карточка. Так как она в свое время по цене, мне кажется, была самой доступной. И сейчас у нас уже ближе, конечно, все к Европе. И все-таки мы тянемся уже именно к таким машинам обратно. Да, можно назвать ее народным автомобилем. Стоит отметить, что копейка является родоначальником всех современных отечественных малолитражек. Именно с этой модели начал свое существование и знаменитый завод «ВАЗ», продукция которого пользуется немалым спросом как в России, так и в близлежащем зарубежье. Сегодня те самые первые копейки еще довольно шустро бегают по городским улицам. А взятый за основу итальянский «ФИАТ-124» уже давным-давно канул в небытье. Максим Суханов, Денис Пальчиков, Антон Кошелев, телекомпания «Ветта». Пирамяки сегодня утром вспоминали уроки физкультуры и, в частности, прыжки в длину. Лужи на тротуарах и проезжей части были такие, что не обойдешь. Впрочем, что я вам рассказываю, давайте смотреть. Путешествия Путешествия с животными. Можно ли к нему подготовиться? Как оказаться на перекрестке двух цивилизаций? Приоритеты поколения «Некст», а также камень вместо барометра и кошка вместо термометра. Это реально. Об этом завтра в «Утреннем вестнике». Успевайте посмотреть. Сюжеты и выпуск целиком можно найти на нашем сайте «Ветта.тв». Далее вас ждет прогноз погоды. А сразу после вечернего вестника смотрите «Эх, дороги». Встретимся в 21.00. Хорошо, что вы с нами. Прогноз погоды представляет «Пермский цирк» с новой программой. Единственный дрессированный медведь-великан, кубанские казаки, кенийские акробаты и многое другое в увлекательном шоу «Цирковой калейдоскоп». Завтра в Перми плюс 10-12 градусов. Переменная облачность. Возможен дождь. Атмосферное давление остается ниже нормы. Ветер южный 1,3 метра в секунду.